Давно мы с вами не говорили о мультфильме «Как вручить Дракона 3». И этот день настал. 7 октября нам показали промо из трейлера. Добрый день, с вами я, Санчес, и сегодня я расскажу все сюжетные моменты из промо «Как вручить Дракона 3». И также поговорим о игромире, я расскажу, как он прошел. Поехали! Для начала я хотел бы вам сказать, чтобы вы не забывали ставить лайки и писать комментарии. И ваша активность влияет на выход видео. Да и тем более, когда я пытаюсь разбирать полностью информацию, разбирая промо, трейлер и другие какие-то моменты. Но не буду вас отвлекать, давайте начнем. Нам, наконец, показали промо-отрывок из трейлера, а трейлер сам выйдет уже 25 октября. Ну и что же хочется сказать в самую первую очередь? О том, что стойк вернется, как мы уже с вами и говорили. Все-таки наши видео, наши теории более-менее совпадают с сюжетом «Как вручить Дракона 3». Как мы уже и говорили, стойк вернется во флешбеке Икинга. И на промо мы видим, что все так и получилось. В самом промо стоит стойк с маленьким Икингом и говорит «Там, где заходит солнце, находится скрытый мир. Когда ты станешь вожаком, тебе придется найти этот скрытый мир и покончить вражду между драконами и людьми». Эта фраза звучит двояко и очень даже странно, ведь учитывая то, что отец и сын формулируют эту фразу совершенно по-разному. Отец, конечно же, имел то, что нужно найти драконов, найти этот скрытый мир и перебить их полностью. А сын уже воспринимает, конечно же, иначе эту фразу, потому что он какой-то добрый, он старается выходить на контакт и находить, так скажем, правильные пути взаимоотношений между драконами и людьми и стараться их приручить. Поэтому я думаю, что отец воспринимал эту фразу как «От, найти скрытый мир и всех перебить». А, конечно же, Икинг уже воспринимает эту фразу, что нужно договориться с ними, найти, так скажем, пути взаимоотношения. Также нам совсем кусочек показали скрытый мир. Нам показали огромные кораллы, какие-то пещеры, которые укутаны разными цветами, разными растениями. И посмотрите на самих драконов. Они довольно-таки такие толстые, уплотненные, отъевшиеся. То есть они там в скрытом мире не голодали. Я представляю, насколько он огромен и масштабен, что там могут летать огромные такие драконы. И, по сути, всем есть место. Это просто офигенно. Нам, скорее всего, покажут один из самых глобальных миров, как я уже и говорил. Упор, скорее всего, делали на Аватар и вот этот мир, который был в этом фильме. Потому что, ну, очень-очень похожая стилистика, очень похожая контрастность. И, конечно же, вот эта гамма цветов, которые присутствуют и в фильме Аватар, и в «Как поручить дракона 3» в скрытом мире. Ну, конечно же, я рад, что наши теории совпадают с сюжетом мультфильма. Буквально вчера вышла промо вот этого «Как поручить дракона 3». И там показали полностью флешбек Икинга, когда он вспоминает отца, и где отец стоит возле обрыва, и вместе с сыном рассказывает ему историю о драконах. Мы что-то примерно такое пытались рассказать в теории, и поэтому не забывайте смотреть все теории на канале «А как поручить дракона». Возможно, 25 октября, когда выйдет трейлер, вы еще сможете посмотреть и узнать какие-то новые моменты, которые мы уже с вами обсуждали. Поэтому не забывайте смотреть все теории на канале. И вы меня, наверное, сейчас спросите, Санчес, почему у тебя такой сорванный голос? Да, дело в том, что все 4 дня я был на Игромире 2018. И вы можете сразу же сказать, а чем он отличается от предыдущих Игромиров? Я вам сейчас кратко постараюсь объяснить. Дело в том, что вот и нынешний Игромир — это больше не про игры, а больше про общение. Все предыдущие Игромиры были увалены просто огромными стендами с играми, закрытыми презентациями, с какими-то альфами, бетами, тестами и так далее. И если честно, ходить между всего это было ну просто нереально, потому что огромная толпучка, огромное море, просто количество людей. Все друг друга толкали, пихали. Даже на самих стендах было ну просто очень жарко. И было просто столько народу, что невозможно было пройти с одного стенда до другого. Хотя там разница и расстояние 5-10 метров. В этом году уже стало все посвободнее и, если честно, мне понравилось больше. Я посмотрел несколько других мнений от блогеров и многие заявляют, что это большой минус, что стало меньше игр, стало меньше, так скажем, крупных стендов и так далее. Как я считаю, это больше плюс, потому что появилось больше общения. Вы теперь смогли спокойно увидеть своих летсплейщиков, обзорщиков, каких-то суперблогеров, увидеть актеров или популярных телеведущих и вместе с ними спокойно пообщаться, не толпясь при этом в огромные очереди. Сами стенды стали чуть-чуть компактнее. Я думаю, сейчас они установлены ну просто очень удачно, потому что ну просто ходить банально стало намного удобнее. Ты спокойно мог с первого зала прийти на второй или прийти на третий. Некоторые стенды все-таки были очень скудные, такие как PlayStation, потому что ну просто не было никаких эксклюзивов показано. Там была эта Fortnite, которая тоже пустовала, потому что банально никто не хотел в нее играть, ну потому что игра есть и на ПК, и на консолях, и уже на Android, и на iOS. Ну просто незачем, наверное, было стоять в очередях, люди тоже не дураки, понимают это. И поэтому PlayStation более-менее, так скажем, пустовал стенд. Другие, конечно же, были забиты уже поинтереснее. Мне Игромир понравился тем, что действительно можно было подойти к любому стенду и увидеть какую-то интересную личность на нем. Стали как-то адаптировать уже блогеров, стали адаптировать телеведущих, и действительно они старались, так скажем, разыграть по-особенному свой стенд. И они давали какие-то суперконкурсы, кто-то заставлял танцевать, кто-то плясать, кто-то кричать. Было очень интересно. Но действительно, на Игромире со звуком большая беда, и большая беда уже много лет, там действительно не доорешься. Если ты хочешь, чтобы оппонент тебя услышал, тебе нужно просто кричать. Поэтому, если честно, мой голос сорванный. Но буквально вчера вышла промо «Как поручить драконов», и я не мог вам не рассказать такую интересную информацию. Также на Комик-коне, еще до Игромира, я увидел, что будет стенд с Universal, где будет показывать «Как поручить дракона», и целый, так скажем, стенд с Ральфом. Я, конечно же, зажегся, потому что думал, ну, наконец, покажут какой-нибудь новый тизер Ральфа, или даже «Как поручить драконов». Думаю, ну, хоть что-то сольют, может, какой-то трейлер, какой-то промо и так далее. Я пришел, я полчаса потратил на Ральфа, и полчаса потратила, конечно, «Как поручить драконов». Во-первых, на стенде «Как поручить драконов», то есть на стенде Universal, показывали обычный трейлер всей студии. То есть там не было эксклюзивно только «Как поручить драконов» и все вот эти подробности о мультфильме, нет. Там были разные фильмы, разные показанные другие тизеры к фильмам, и, конечно, зачесался там старый уже трейлер «Как поручить дракона», самый первый. Мы уже выпустили на него столько теорий, что его даже смотреть уже, мне кажется, не нужно. И на стенде Ральфа не было вообще показано ничего. Там стоял один монитор, который транслировал просто все трейлеры, которые уже нам показали, и ты мог просто отдохнуть, потому что там было место для отдыха. Там были огромные пуфики, на которых ты мог бахнуться, поспать, полежать, отдохнуть, конечно же, от огромной толпучки, которой было меньше, чем в прошлом году. Если честно, мне эти стенды совершенно не понравились, потому что на стенде Universal я увидел вообще скудное оформление. То есть там не показали никаких-то косплееров, которые бы анонсировали промо. Можно было бы, знаете, на 3-4 дня сделать пораньше это промо, эксклюзивно для нашего Комикона, и показать его. Действительно, обыграть круто, чтобы позвать косплееров, которые бы сделали ночную эфурию, дневную эфурию, сделали бы Икинга, Састрид, Стоик, какого-нибудь там огромного викинга. И могли бы подать это действительно как что-то эксклюзивное на Комиконе. Но нет, Universal абсолютно ничего нового не показали, показали действительно старый трейлер, и даже никаких косплееров на эту тему не было. Ральф уже обыграли чуть-чуть получше, но, опять же-таки, ничего сверх гениального не было. Там была просто зона отдыха, напиханная пуфиками, где ты мог просто поспать, отдохнуть, и, конечно же, посмотреть старые трейлеры, тизеры и промо, которые уже, конечно же, выходили. То есть, ничего нового на Комиконе я лично не увидел по этим мультфильмам. В целом, мне Игромир этот очень сильно понравился. Понравился тем, что он уже делает акцент не на игры, а на общение. Мне понравилось то, что теперь Игромир уже больше не для простых геймеров и любителей игр, а он уже больше для геймеров и любителей игры, которые готовы пообщаться спокойно в жизни. А игры уходили на третий или даже на четвертый план. Мне понравилось даже то, что, как показаны были сами стенды, то есть, ты мог найти свою аудиторию, прийти к любимой игре, либо к любимому мерчу, и там спокойно поучаствовать в конкурсах, пообщаться и, конечно же, повыигрывать крутые призы. В целом, мне Игромир понравился еще тем, что действительно стенды стали намного меньше, и ходить стало удобнее, удобнее стало снимать банально. Но со звуком до сих пор проблемы, и приходится действительно громко кричать и надрывать свой голос. Я, к примеру, порвал все свои связки, потому что, ну просто, чтобы тебя услышал хоть кто-то, тебе нужно прям действительно кричать. Это, конечно же, беда. Им нужно поучиться у тех, кто устраивал мероприятия по стримфесту, потому что на стримфесте со звуком все круто. Также я хотел бы вам сказать, что жалко, что я не увиделся со своими зрителями, но я видел, что вы писали комментарии, что вы с разных городов, с разных стран меня смотрите, что многие не смогли приехать на этот Игромир, потому что количество билетов было ограничено. Но я вам хочу сказать, чтобы вы не переживали, мы все-таки не на одно мероприятие ходим, и я надеюсь, что на следующих других мероприятиях мы с вами увидимся. Я вам раздам крутые призы, мы пофотаемся и круто проведем время. Ну и также по «Как прочь дракона» я хочу сказать, что если будут выходить какие-то подробности, какие-то промо-дотрейлер или сам трейлер, конечно же, я буду рассказывать вам самые крутые и новые сюжетные моменты. Ну вот и все, с вами был Санчес, не забывайте также подписываться на друзей. У меня в рекомендации только самые колориты, самые крутые блогеры, которые могут быть, поэтому обязательно смотрите, у них самые крутые творческие идеи и контент. Поэтому, если вы подпишетесь на них, я думаю, будет приятно. Ну вот и все, с вами был Санчес, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и пока! Субтитры сделал DimaTorzok